Переходим к успешному беттеру. Орес, как там у тебя дела? Так, вы уже расшарили. Да, все, экран твой есть. Так, вот сейчас я демонстрирую экран моего приложения, где выводит общая статистика по дате. Тут одна точка, это один день. То есть, там суммируется профит за день. И я начальную точку поставил уже начало этого года, и вы можете видеть как бы результаты за текущий год. Эта вся тоже дистанция, пройденная за текущий год, количество, объем денег, скажем, в евро, профит на текущее время. Ну и общий ROI за этот период. Было бы хорошо тоже мне вывести этот UDI. Я, наверное, на следующий стрим подготовлюсь, перепишу приложение, и будет у меня где-то тут выводиться еще и UDI. То есть ROI у тебя 5%, да? Да, ROI сейчас средний на всей вот этой дистанции. 5%. Ну, а тут по дням. Сегодня день не очень идет. Как раз под стрим. Как я уже перед стримом парашютил, это все из-за стрима. Но, знаете, не унываю. Раньше, наверное, я там уже матерился, сказал бы, пошли вы к черту со своим стримом. Но пройденная дистанция уже, знаете, изменила мою психологию. Более спокойно отношусь к таким каким-то просадкам. Бывали и побольше. Не знаю, вот, пожалуйста, почти минус 400. Тут за день плюс 500. Так что мы уже, скажем так, привыкли к таким скачкам. Ну и еще, что ж, покажу тоже свой аккаунт. Это зеркало пинакла на ASEAN Connect, если кто не знает. Это оно так ущербно выглядит. Но, в принципе, работать с ним можно. Покажу тут тоже свои результаты. Мы можем взять, там, допустим, это текущий месяц. И тут мы можем видеть объем ставок и разница профита и проигрыша. Ну и чтобы оценить профит за месяц, мы можем запомнить вот это число 500 евро. И конечное число 1400, то есть профит за месяц у меня примерно пока еще 900 евро. Ставлю последнее время я по 60 евро. В январе ставил 50, так понемножечку увеличиваю. Можем и прошлый месяц посмотреть. Мне там в прошлый месяц я частично ставил не только на пинакли. Вот у меня начало минус 400, на конец плюс 500 почти. Вот такая статистика. Ну ты ставишь суммы больше, чем Саша, да? Сколько у тебя? Не услышал. Ты сумму ставишь больше, чем Саша, поскольку у тебя там номиналы. Ну, сейчас 60 евро. Я в начале месяца перешел. До этого у меня было 50. Друзья, если вы хотите достичь таких результатов в беттинге, как у Ореста, приступайте к работе и воспользуйтесь специальным предложением от Xcore. До 4 апреля на нашем сайте действует акция. Минус 50% на все продукты и инструменты для ставок на спорт. Вас ждут обучающие курсы, XG статистика, доступ в закрытый чат для беттеров и даже API. Все это по самым выгодным ценам. Напомню, что в закрытом чате находится множество успешных беттеров, в том числе и Саша с Орестом. Вы можете вступить в чат и вам будет доступна переписка с самого начала основания чата. Многие наши ученики даже конспектируют информацию из чата. Чат один из самых недооцененных наших продуктов. Поэтому рекомендую обратить на него внимание. Для приобретения продуктов по акционной цене пишите в наш аккаунт Telegram по ссылке в описании под видео. Как вы там может помните с прошлого стрима, я там существенно засел, поставил ставки на паузу где-то на месяц и совсем не делал, переработал все стратегии. Ну и в принципе пока результатом доволен. Не доволен я тем, что у меня как бы не совсем правильный баланс в том плане, что допустим у меня ставок на Total больше, чем на Total меньше. И также сейчас апает на победу второй команды. У меня только сейчас стратегия есть на победу второй команды, но на победу первой я сейчас вообще не ставлю. И как бы стратегии у меня сейчас не запущены. В этом направлении буду работать. Ну да, я помню у тебя был софт. Ты больше в софт ударялся, а не в разработку стратегии. Да, да, я ударялся в софт, потом как-то взялся за голову. И вот в принципе пока результаты плюс-минус. Я результатами доволен, но на этом остановиться конечно же не собираюсь. Потому что есть куда расти. Более того, не покрыл все рынки, не покрыл все диапазоны и так далее. Ну и посмотрим так, мои последние ставки. Так, тут время можно скринить. У меня 58 наперед проставлено. У Саши было 62. Тоже стоит болтон, да? А, это... Он не понимает. А, да, на болтон, на болтон, да. Стоит. И как бы вот... На бетоне тоже не веду верификатор, потому что, блин, неудобно вручную вводить. С точки зрения того, что, да, коэффициент проседает уже. Более того, он выходит непонятно когда. То есть тебе приходится вот это... Окей, вышла линия на пинапе, ты поставил. А тут еще нужно ждать, пока эта же ставка выйдет на бетон. И что тебе сидеть с кнопочкой F5 в руках и обновлять. Когда же там она появится? Ну, это тебе не надо никому ничего доказывать. Тебе нужно просто сосредоточиться на том, что ты делаешь. Увеличивать лимиты. И повышать оборот. Вот, соответственно, зарабатывать больше денег. И не обращать внимания, что там пишут какие-то тролли. К тому же, это к тебе отношения никакого не имеет. Они скорее к нам. Нам пишут, а нас наезжают, а тебе какое дело. Ну, смотри, нам же как бы тоже интересно развивать комьюнити экспорта. И тоже хотелось бы как-то верифицировать свои результаты. Мы с вами там много уже раз обсуждали о том, как же можно по-другому вести эту верификацию, чтобы показывать то, что эти результаты действительно реальны. Но пока как-то сейчас мы придумали вот показать стрим, показать наши реальные аккаунты. И показать наши результаты. Да, довольно впечатляюще. У тебя тоже хорошее. Но видишь, у Саши больше все-таки упор на стратегии был. У тебя больше на софт. Но видишь, все-таки как бы это свое... То есть это оправдало. То есть теперь ты можешь сосредоточиться спокойно на стратегиях. И видишь, у тебя с начала этого года хорошие результаты, хороший профит. Ты до этого плюсовал. Ну, сколько я помню, у тебя хорошие были результаты. То есть это у тебя... Да, но один вот тот месяц был как-то... Не очень, не очень хороший. В то время, когда вот общаюсь с Сами, допустим, у него были хорошие результаты. Общаюсь с вами, у вас тоже. И вот сидя в этом X-чате, вот я понимаю, что, ага, значит, я куда-то уже не туда пошел. Когда я могу с такими же, как и я, с людьми, которые строят свои стратегии тоже на X-G. Мы можем оценить, в принципе... Да, у нас плюс-минус должно идти в одном направлении, на самом деле. Да, и вот если мы отклоняемся, пусть не на одном дне, а там, допустим, на периоде в две недели, значит, все. Это такой звоночек, что нужно задуматься. И что-то, вероятно, пересмотреть. Да, потому что вот один пользователь скинул свои стратегии, и у него вот февраль минусовый. Я сразу как бы удивился, потому что февраль, он, ну, насколько я знаю, у всех плюсовый. То есть, я не знаю, у кого он минусовый. Это у всех февраль, это там дикие плюсы. Даже не могу вспомнить, там, Саша, Андрей, у Виктора, у всех, по-моему, плюсы в феврале. Тут человек показывает, у него минус в феврале, то есть, очевидно, что он что-то не так делает. То есть, если бы это было в декабре, в январе, ну, да, тогда были такие периоды, когда не было прямо огромного профита. Но и в феврале, как бы, если у человека в феврале минус, ставя по нашим стратегиям, ну, вообще по вот этой вот методике, да, ожидаемого ROI плюс XG статистика, то что-то значит не так абсолютно, в корне неверно. Да, сто процентов. И вот хотел бы еще раз заметить то, что вот, когда есть такое вот комьюнити, мы всегда можем относительно комьюнити оценить свои результаты и быстро увидеть свою проблему, если она есть. И это очень хорошо. Потому хотелось бы развивать, да, наше. Да, будем развивать, поэтому, как бы, чем больше именно учеников, чем больше последователей, у которых получается строить с помощью XG статистики, зарабатывать ставками, тем лучше. То есть это именно и позволит создать вот этот беттинговый бум, то есть который, к которому XCore стремится. Потому что беттинг незаслуженно, то есть обходит стороной, хотя он уже намного интереснее, чем тот же покер, который уже, ну, давно отживает свое. То есть все, уже покер это практически мертвая ниша, в отличие от беттинга, который спокойно себе живет в нем. Ну, уровень беттеров, которые есть в беттинге, это абсолютно очень низкий уровень, если почитать все форумы. То есть XCore это единственная комьюнити, не только в Рунете, наверное, которая может похвастаться тем, что она является лучшим. То есть наши, то есть у нас реально люди зарабатывают деньги ставками и бьют пинакл. То есть где еще вы найдете людей, которые бьют пинакл по линии открытия? То есть такого нигде в Рунете нет. Все, кто предлагают там ставки на какие-то угловые, еще какую-то ерунду в этом роде, то есть это вообще все не серьезно, это детский уровень. Это вообще не имеет никакого отношения именно к серьезному заработку ставками. То есть то комьюнити, которое мы создаем, это действительно настоящий прорыв. Такого в Рунете, ну, никогда бы и не планировалось. То есть мы вот занялись таким неблагодарным делом, естественно, огромное количество троллей, хейтеров, лудоманов, все накинулись. И с самого начала основания, с первого самого видео начали наседать, писать всякую гадость. Ну, до сих пор пишут, но в принципе, вот эти все результаты, которые показывают, показываете вы, показывают наш проект в целом, уже как бы многих должен был попустить. Ну, мы продолжим развиваться, у нас на сайте скоро будут игроки, кстати, скоро, ну, я думаю, я не знаю, месяца 2-3 подождать. Может быть больше, может быть меньше, то есть пока неизвестно, но скоро можно будет с игроками придумывать интересные модели ставок. Ну, и многие другие вещи, мы, конечно же, вот скоро будет обновление менеджера, сейчас вовсю идет тестирование. Может быть вы там что-то подсмотрите для себя, потому что там прямо, ну, это по сути новый функционал уже, это новый менеджер. Там будет очень интересно, поэтому, ребята, Xcore развивается, Xcore это уникальное комьюнити беттеров, которые реально бьют ставки, причем по пинаклу. И реально бьют на нормальные исходы, P1, P2, Total больше, Total меньше, то есть на основные рынки, они на какой-то дичь вроде угловых и прочего, что там ставят, какие-то статистику ведут составов или еще чего-то. Которые, ну, то есть делают ставки на то, на чем на самом деле нельзя заработать серьезных денег. Серьезные деньги только на основных рынках. P1, P2, ничья, Total больше, Total меньше. Все остальное это как бы Макдональдсные лимиты, как говорят на английском комьюнити беттинга, да, то есть Макдональдс лимиты. На каких-то 1x беттах и так далее. Это не серьезный беттинг. Как бы вот то, что вы занимаетесь, то, что вы показываете, вот это и есть настоящий профессиональный беттинг. Поэтому, ребята, вливайтесь в наше комьюнити, вместе будем развиваться. Для тех, кто, в принципе, хочет именно начать инвестировать в беттинг, вы также можете писать нам, писать в XGBY, можем обсудить варианты инвестирования. Если вы не хотите именно долго работать в программах, строить софт, работать в нашем софте, в XGBY, разбираться, обучаться, то вы можете написать в XGBY и обсудить вариант сотрудничества. Если у вас есть хороший банкролл, инвестиции, то мы можем обсудить эти варианты. Поэтому обязательно пишите. Пишите.